Всем привет! Сегодня мы с вами анимируем походку персонажей. Это достаточно базовый такой навык, который 100% вам пригодится в будущем, когда будете работать непосредственно в качестве аниматора. И сегодня будем с вами учиться как-то все делать правильно, последовательно, чтобы потом самому не запутаться в той горе ключей, которая у нас в результате получится. Но прежде чем мы с вами начнем непосредственно анимировать, я хочу посоветовать вам книгу «Набор для выживания аниматора» Уильямс Ричард. Достаточно такая толстая, объемная книжка, которая содержит в себе просто гору полезных вещей. И от самых базовых моментов, как прыгает шарик, как делать тайминги и так далее, до каких-то более сложных анимаций, походка, персонаж крадется, еще что-то. То есть очень классная штука. Я рекомендую. В интернете, насколько я знаю, можно ее скачать. Ну, если есть возможность купить, то, понятное дело, никто не будет против. И сегодня из этой книги мы с вами возьмем вот эту раскадровку и по ней будем делать свою анимацию. Поэтому без проблем можно все дело скачать. Просто вбивайте «Набор для выживания аниматора» и вам все дело выпадет. Так, я импортнула картинку. Давайте ее немного поскейлим. Я ее отражаю по вертикали, получается. И здесь такой момент, если вы отражаете это дело по вертикали, то не забывайте, что начало у вас не здесь, а вот здесь. Просто, чтобы потом не заботиться, чтобы не было того, что ноги скользят в обратную сторону. Итак, мы с вами будем делать не все вот эти пять поз. Мы с вами сделаем эту позу, эту позу и эту позу. Промежуточные. Автор нам с вами, по сути, сам дорисует самостоятельно. Нам достаточно будет выставить эти три, чтобы сделать цикл анимации для одной ноги. И затем это все дело сдублировать. Анимацию надо начинать с основного элемента, где у нас находится центр тяжести. Это, конечно же, таз, pelvis. Поэтому я с вами сейчас выставлю сначала анимацию для таза. Интервал 10 кадров. Мне этого, в принципе, должно хватить. Давайте. И смотрим. У меня здесь таз находится ниже относительно этой позиции. Поэтому мы с вами так и сделаем. Делаем. Идем ниже. Вот так. Старайтесь все делать синхронно, чтобы у вас не было в одном ключе выше. Во втором таком же точно ключе у вас чуть ниже идет. Иначе персонаж будет хромать. И это будет не очень круто. Теперь выставляем с вами ноги. Итак, у нас передняя нога идет вперед. Задняя идет назад. Давайте это все дело выставим. Position, position. Есть. Перед тем, как я это начну делать, я еще добавлю направляющую. Чтобы у меня было понятно, где пол находится. Здесь с ногами важно, чтобы ноги не проскальзывали и не щелкали колено. Я дополнительно редактирую пелвис немножко. Практически выпрямлена. Прямая нога, да? Но не до конца. Так. Смотрим, что у нас здесь. Там, где мне нужно сделать прямые ноги, я делаю практически прямые ноги. Потому что иначе у нас будут щелкать колени. Сейчас в процессе анимации вы увидите, о чем я говорю. Так. Дальше. Следующее. У нас передняя нога идет немножко под наклоном. Чтобы была динамика, чтобы центр тяжести у нас был немного неустойчивый и немножко висел, как бы, да? А задняя у нас идет наверх. И здесь у нас появляется rotation. Сейчас я выставляю только основные моменты. Я никак не редактирую ни кривые, ни... Не кривые, ни у графиков, ни у чего, ни у траектории. Просто основные моменты ставлю. Иначе, чем больше деталей сразу вы накинете, тем больше вы запутаетесь потом. Итак, есть. И в следующем кадре у нас должна быть зеркальная поза, да? Такая же, как и первая, только наоборот ноги должны стоять. Поэтому я просто скопирую у одного ключа, у одного слоя на другой. Здесь ноль. Так, давайте посмотрим. Итак, видите, у меня отличается здесь поза. У меня pelvis немного приподнят. Поэтому давайте скопируем ключ первый. И так и проверяйте идентичные позы, чтобы они были полностью одинаковые, чтобы не было никаких разбродов и шатаний в вашей анимации. Так, и вот сейчас вы видите, да? Колено щелкает, неприятно так вот дергается. Это потому, что у нас здесь очень высоко pelvis. И из-за этого у нас очень прямая такая нога получается. Как еще это понять? У контроллера IK появляется такая нижняя черточка. Это значит, что нога начинает отрываться от земли. Нам нужно просто опустить pelvis. Вот буквально чуть-чуть, чтобы появился этот изгиб. И так далее. Пока. Я немножко усложнила анимацию Пелвиса, докинула еще здесь промежуточный ключ. Чтобы у нас с вами не было такого неприятного щелчка. Вот, более плавно сгибается коленка. Да, так гораздо лучше. Давайте теперь дублировать на вторую ногу. Так, дублируем все дело на вторую ногу. Сначала опять же дублируем Пелвис. Давайте Ctrl-C, Ctrl-V. Вот мы все это дело продублировали. И я поставлю еще маркер себе, для того, чтобы понимать, что здесь у меня середина моего лупа анимации. Alt с зажатой звездочкой у меня открывает такое окно маркеров. И я здесь напишу, что это Middle Loop. Окей. Все, у меня появился маркер. Он ни на что особо не влияет. Просто мне помогает понять, где, какая анимация у меня. Мы с вами продолжаем дублировать. Теперь этот фрейм идет сюда. Этот идет сюда. Проверяем. Да, идеально. И последний шот у нас будет такой же, как и первый полностью. Давайте посмотрим. Давайте чуть-чуть подвинем нашу ногу. Не забываем ее скопировать на другую, да, этот ключ, чтобы у нас все было идентично. И еще подвинем пелвис. Спасибо. 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 Да, сейчас выглядит немножко, как будто он робот. Нам нужно добавить в это все дело немного жизни, отредактировать кривые и сделать анимацию носочка, естественно. Давайте с вами сначала пробежимся по кривым. Итак, здесь у меня петля. Такой петли мне здесь не нужно. У меня должно двигаться все достаточно ровненько. Посмотрим, что здесь. Здесь тоже петля, здесь тоже давайте ровно. Чтобы у нас ноги не проваливались ниже нашего пола. Наверху у меня может быть такая петелька, да, плавная траектория. Почему нет? Арка. Можем ее оставить. Давайте теперь сделаем анимацию носка. Немножко проработаем это все дело. Что у нас сейчас плохо? Мы основные движения расставили. Нам нужно сделать анимацию поворота. Так, здесь у нас добавляется немного поворот стопы. Давайте тоже с вами немножко приподнимем, чтобы не проваливалось. Здесь поставим ноль, естественно. И теперь давайте это скопируем на вторую ногу. Вот сюда. Так, есть. Берем еще раз кривую. И копируем на последний шот. Есть. Давайте смотреть. Так, нам не хватает поворота в одном месте, да, чтобы у нас нога выпрямилась. Есть. Стопу мы с вами настроили. Теперь давайте настраивать носок, потому что очень важен момент соприкосновения с землей. И настраивать для этого нужно не только носок, но еще и тайминг. Итак, поворот, когда у нас носочек шлепает о землю, должен происходить не в этой точке, да, спустя 10 кадров. Он должен происходить буквально на следующий или через кадр. То есть ноль у нас будет прямо вот здесь, в следующем кадре. Или, может, даже через один. Да, уже гораздо лучше. Следующая такая история у нас повторяется здесь, со второй ногой. Давайте тоже скопируем настройку. Все, есть. Теперь нога у нас шлепает по поверхности. Но шлепает явно недостаточно. Давайте заанимируем еще и наш патет. Так, 22 пусть будет. Ноль. Такая же анимация будет и у второго папета. Давайте их рядом поставим. И делаем завершение. Да, так гораздо лучше. Давайте теперь поработаем с другой стороны. Что я имею ввиду? Когда у нас с вами персонаж стоит в этой позиции, у нас с вами как бы отрывается еще здесь носочек у задней ноги. Поэтому нам нужно с вами проработать поворот еще и здесь. Давайте его доделаем. Выставим позу. Выставлю папет. Давайте, наверное, не так сильно. Есть. И я все дело приподниму. Таким образом мы с вами с каждым следующим шагом немного усложняем нашу анимацию. Так, в этой позиции папет у нас должен вернуться в ноль. Давайте теперь копируем одно за другим. Сначала IK-контроллер, Ctrl-C и для второй ноги Ctrl-V, затем анимацию папета. Так, и здесь ноль. Есть. И нам нужно также скопировать все дело в конец. Давайте тоже скопируем. Есть. И здесь. И. 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 Немножко подредактирую поворот здесь на верхней точке. Проверяем все паприцы, чтобы у нас все было ровненько и классно. Проверяем. И кривые. То, что я говорила, видите, сейчас нога проваливается, потому что у нас с вами тут такой захлест. Следите за кривыми, чтобы не было никаких непонятных проваливаний ног. Так, и давайте выпрямим наши паприцы. Нам не нужно, чтобы он так медленно выпрямлялся. Нам хватит пары кадров. Проверяем. Проверяем. Еще один момент. Следите, чтобы у вас примерно было одинаковое расстояние на одинаковое количество времени, да, примерно хотя бы. Иначе тогда будет выглядеть все не очень аккуратно, не очень упрятненько. Я это дело все подтянула, уже полегче. Давайте теперь немножко заанимируем с вами бедра, потому что бедра у нас тоже с вами шевелятся. У женщин принято считать, что сильнее, у мужчин поменьше, но тем не менее. Давайте это все дело тоже заанимируем. Итак, вот бедра, позиция. В этой позе стоят они у нас на одном месте. А когда передняя нога идет вперед, то и бедро у нас, естественно, тоже идет вперед. И задняя нога примерно по такому же принципу идет назад. А потом это все дело, естественно, меняется. Так, меняется. В этом кадре у нас все на одном уровне. Копирую ключи. И последний ключ у нас такой же, как и первый. Тоже примерно на одно и то же расстояние старайтесь. Так, теперь мы с вами можем еще немножко подтянуть анимацию ног. Копируем на вторую и последний шот. И для задней ноги. Здесь копируем на вторую и снова последний фрейм. Так, давайте, чтобы у нас не было здесь непонятных каких-то пересечений, заанимируем еще и немножко таз. Так, вот основная форма. И я буду анимировать паз. Так, здесь все хорошо. Сохраним этот ключ. Занимирую кармашек. Чтобы он ходил туда-сюда. У нас была имитация такого поворота. И здесь мне нужно анимировать также общую форму. И не забываем закрывать луп, чтобы у нас все было одинаково. Таким образом у нас еще появляется анимация таза. И тогда это все дело выглядит гораздо лучше. Мы можем с вами даже скопировать это все дело. Чтобы сделать то же самое для второй ноги. Так, покрашу тот же цвет. Вот, только мне здесь не понадобится карман. И чтобы просто было меньше деталей. Да, давайте. Я вводим. Как два. Продолжение следует... 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 Давайте посмотрим так. Я добавила здесь такой небольшой, скажем так, излом, то есть у меня по факту локоть не может так вывернуться, да, немножечко прям в противоположную сторону. Я его как бы немного поломала, но так как мы с вами делаем анимацию и здесь можно немножко все это дело утрировать, поэтому здесь это выглядит очень даже здорово. Не забываем смещать ключи, да, относительно нашего основного элемента, относительно плеча имеется ввиду, то есть каждый последующий сустав у нас идет немножко со смещением во времени. Из-за этого получается такой интересный захлест. Давайте теперь сделаем все то же самое только для второй руки. Вторую руку я, наверное... Просто сдублирую И просто поменяю кадры местами. То есть Как-то так Нет, это уходит, а здесь у нас вот эти ключи. Давайте с помощью дьюика скопируем ключи. Вот. Выделяю ключи, говорю копию и говорю пейст в то место, где у меня стоит маркер времени. Теперь я могу все это дело поместить на задний план. Давайте поместим. Старую руку удалю и посмотрим, что получилось. Немножко смещу. Да, в принципе, очень даже. Очень даже может быть. Давайте немного поправим интерполяцию. В принципе, везде. Начну я с пелвиса. Пелвис везде у меня изи-изи. Вот. Кроме промежуточного кадра. Помните, я ставила, чтобы нога у нас не сильно, не сильно, скажем так, проскакивала. Вот. Везде просто изи-изи проставила. И насчет самих ног. Я ставлю тоже практически везде изи-изи на позицию. Кроме момента, где нога у меня должна, опять же, проскальзывать по земле. То есть, в этой точке у меня стоит линейная интерполяция. Вот здесь. Все то же самое касается и второй ноги. Это нужно для того, чтобы у меня не было никаких завтыков. Вот смотрите, если я поставлю изи-изи здесь. У меня есть такое дребезжание появляется. Это вообще не то, что мне нужно. Поэтому нет, не ставлю. И именно из-за этого у меня и наверху нет никакой особой интерполяции. Да, никак она особо не настроена. Потому что наверху мне тоже нельзя делать завтык такой. Чтобы у меня не было вот таких, опять же, пауз. Смотрите. Как зависает. Не очень здорово наверху. Можем попробовать поставить изи-аут. Чтобы у нас только в одном моменте немножко все дело подзависало. Давайте посмотрим, как это будет. Чтобы добавить немного динамики. Но опять же, нет, мне не нравится. Можно здесь поставить автобезье. Вот это может, да, неплохо здесь смотреться. На верхней точке. Тогда выглядит более плавно. Давайте так и сделаем. На верхних точках поставим автобезье. Чтобы добавить немножко плавности. Посмотрим, что у нас вышло. Достаточно плавная анимация получается. Нет никаких завтыков. Это здорово. Носочек шлепает. Возможно, немного резко. Может сделать менее плавно. Это уже на вкус. И я бы добавила здесь еще анимацию небольшого захлеста у ноги. То есть, когда у нас в этой позиции персонаж, обратите внимание, у него здесь идет как бы в противоположную сторону стопа. А у нас же она практически сразу начинает проворачиваться в нужную позу. Давайте немного это все подчистим и сделаем такой вот небольшой захлест. Продолжение следует... Так, захлест. И такой же захлест нам нужен будет и у второй ноги. Поэтому сразу копируем. Да, гораздо лучше появляется такая дополнительная анимация. Так, и я хочу при воспроизведении пол посмотреть. Так, есть у нас, видите, небольшие такие отлеты от пола. Это не есть хорошо, поэтому за ними следим, чтобы у нас персонаж шагал четко по земле. Давайте немножко подкрутим. Так, давайте. Поставлю дополнительный ключик, просто чтобы выровнять позицию относительно пола. Потому что кривыми сейчас не совсем получается удачно сделать. Так, совершенно другое дело. И давайте еще носок подправим. Что у нас здесь? Носок здесь, я думаю, можем с вами, кстати, подправить и с помощью кривой. Давайте посмотрим. Да, так получше. Сделаем примерно так. И теперь давайте то же самое у второй ноги. Давайте посмотрим. Давайте. Давайте посмотрим. так уже лучше и проверяем что примерно одинаковая была у нас траектория примерненько потому что иначе будет все дело хромать нам совершенно не нужно так ну что по моему отлично давайте заанимируем тело и голову и в принципе на этом с походкой мы с вами разобрались самое главное что я хочу сказать это то что мы с вами от очень простых поз вот очень понятных поз двигаемся в сторону усложнения не старайтесь сразу все сделать сразу и нахлесты и тайминги выставить и вот все 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 нет от простых позиций от простых скажем так настроек мы с вами двигаемся в сторону чего-то более сложного и комплексного давайте посмотрим что у нас телом так анимировать я буду rotation и менять как всегда буду первые несколько кадров но опять же не очень экстремально и здесь у нас должна совпадать интерполяция с пелвисом поэтому изи изи конечно же давайте скопируем эту анимацию для головы можно и для шеи но я думаю сейчас то это будет слишком много и не так сильно минус допустим 3 так я хочу понять что у нас тут насколько сильно это может быть искривлено скажем так и давайте еще сделаем анимацию волос скопирую просто анимацию для головы и затем сделаю естественно немножко сдвиг во времени контроль c есть давайте все это дело подвинем относительно полоса у нас все что вы чем выше и выше до идет каждый новый сустав скажем так и у нас все позже и позже он будет проворачиваться шевелиться в общем делать свое движение поэтому давайте все дело сдвинем во времени но опять же сдвигаем не на много кадров буквально на кадрик вот совсем чуть-чуть чтобы у нас был такой легкий рассинхрон голову еще пару кадриков потому что каждый последующий элемент у нас все дальше и дальше и волосы и волосы еще можем с вами рассинхронить немножко руки относительно опять же таки пелвиса да на кадрик буквально только не забываем что у нас две руки делаем это для обеих обеих вот у нас появляется такое микро движение цен для волос давайте его шток усилим потому что все таки мы немножко утрируем это все можем себе здесь позволить нажи ту матч надо не переиграться можно чуть поменьше но в принципе достаточно неплохо давайте посмотрим что у нас получилось из последнего я бы заанимировала еще вот эту теньку потому что у нас таки плечи проворачиваются туда-сюда еще можно было бы заанимировать и туловище давайте кстати это попробуем сделать но совсем чуть-чуть именно поэтому если вы помните когда мы с вами ригали у нас была подложка чтобы мэш создавался не четко край край по графике а был небольшой такой запас вот именно для таких целей а а а а а а а а а так и давайте попробуем еще тень заанимировать а а Продолжение следует... И не забываем про интерполяцию. Должна быть такой же, как и везде. То есть изи-изи, да? Давайте посмотрим. Можно еще сильнее. На самом деле, вот сюда выкатить это все. Продолжение следует... Наверное, так даже будет получше. Да, мне кажется, неплохо. В общем, можно экспериментировать с этим довольно долго. Как вам больше нравится. Все-таки момент творчества в этой истории тоже присутствует. Поэтому экспериментируйте, делайте, как вам нравится. И все будет круто и здорово. В принципе, мне нравится, как получились у нас и ноги, и руки. Достаточно плавно. Можно еще больше все это дело прорабатывать. Настраивать еще больше кривые. Возможно, добавлять какие-то дополнительные движения. Ну, а со мной посыл такой. Ну, и напоследок я хочу показать, как зациклить нашу анимацию. Потому что у нас сейчас анимации всего 1 секунда 10 кадров, да? Вот. И как бы дальше все. Если вам нужно 5 секунд, чтобы он шагал, или 10 секунд, вам не обязательно копировать всю анимацию с помощью дюйка. Нам нужно создать один правильный луп. Давайте покажу, как. Так как у нас с вами есть анимация взахлест, да? То есть у нас за пределы основного лупа выходят немножко кадры. Видите? Вот эти вот все. То нам это дело нужно тоже с вами сохранить. Потому что идеально сейчас, видите, да, разницу. И есть небольшая шевеленка. И это будет видно, если мы с вами просто надублируем композиции. Поэтому нам нужно с вами это все дело скопировать. Выделяю анимацию свою. Именно анимацию. Не папеты просто, да, где у меня вот такие ключи стоят. Нет. Относительно пелвиса, основного элемента центра тяжести, относительно чего мы все с вами настраивали, становлюсь в последний кадр. И говорю копию. И говорю пейст. В этот кадр. Есть. Теперь я запоминаю, что у меня вот такой промежуток времени. Это мой луп, да. Я это все дело сдвигаю на 10 кадров. И таким образом у меня остается в середине как раз таки вот это соединение, да, наложение одного лупа на второй, чтобы у меня не было там шевеленки. Это все дело я помещаю в другую композицию. Я уже это сделала. Вот она. И теперь с помощью нашего любимого таймремапа я проставлю кадры. Итак, луп у меня начинается с 10 кадра. Вот он. Ставлю. А заканчивается на 1 секунде 20 кадров. Вот. Есть. Первый кейфрейм я удаляю. Последний кейфрейм я тоже удаляю. И теперь все дело помещаю на начало нашей композиции. После чего я нажимаю shift alt равно. У меня открывается такое окошко с expression. Expression это вообще отдельная история, отдельная тема, достаточно сложная. Я практически с ними не работаю. Но простые вещи какие-то, которые, скажем так, очень упрощают жизнь, я использую. Вот одна из них это просто сделать луп, сделать бесконечную анимацию из того, что у вас уже есть. Из тех кейфреймов, которые у вас уже есть. Поэтому мы с вами здесь пишем на английском языке, конечно же, loop, out и открывающая-закрывающая скобка. Обращайте внимание, как написано, без пробелов, с маленькой буквы, затем с большой. Это важно. Вот. Все. Есть. После чего я смотрю и у меня получается моя зацикленная анимация. То есть у меня будет ходить вечность. Сколько будет эта композиция длиться, столько она будет ходить. А если вам нужно сделать такой более зацикленный, длительный луп анимации, то теперь вы знаете, как это сделать. Ну и на домашнее здание у вас получается анимация походки персонажа. Можете сделать секунд 5-7, чтобы просто понимать. Зритель успел понять, что происходит. И чтобы я успела понять, есть косяки или нет косяков. Ну, в целом делается это все, как видите, достаточно несложно. Самое главное, от простого к сложному. Двигаемся от простых каких-то движений к более сложным. Я уже это повторяла. Повторяю еще раз, потому что знаю, что здесь могут быть проблемы. Так. Давайте посмотрим еще раз. Да. В принципе, все это дело достаточно неплохо шевелится. В общем, на этом у меня все. До встречи на следующей лекции. Всем пока. До встречи на следующей лекции.